Ещё раз повторяю, я человек, православный христианин, проповедник, это понятно. Я сижу, смотрите, я могу наклоняться, я живой, я крещусь, а вы лежите, а раз лежите, ясно дело, что больной, среди дня кто будет лежать здоровый-то? Я хочу, чтобы к вам врача вызвать или помочь. Вызови меня врача, в короткой юбке. Ну не будете же вы, как молодые мужики, тут голых баб караулят, вам это не надо, ясно дело, что заболел человек. Или вспоминает юность свою. Я понимаю, что тебе не надо, но вызови меня врачику такую классную. Только без ругани, чтобы разговаривали, ни одного плохого слова, чтобы не было. Я ничего плохого не сказал. Я заранее предупреждаю, потому что я дальше разговаривать не буду. Да, классную. Ну, до 35 нормально будет. И она меня с постели поднимет, она прям вылечит меня сразу. Ну, чтобы такая безотказная была, как, знаете, автомат Калашникова. Вот он безотказный. Вот, ну, такое мне надо. Есть у вас такое православие? У нас все есть, что содействует к нашему спасению. И мысли наши все подчиняются по этой книге нашему Господу Иисусу Христу. А где там такое написано? Это написано в Евангелии от Матпея, 5-6 глава. И 11 глава, 28 стих. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мои на себя, научитесь от меня. Ибо иго моё благо и бремя моё лёгкое. И найдёте покой душам вашим. Вот как написано там. Это как устав в армии, да? Вопрос задать легче, чем отвечать? Ну, в армии тоже такое, если ты не знаешь. Ну, я же вам не задаю вопросы. А почему? Потому что я вижу, человек больной. Моя задача помочь ему, чтобы он мог встать. Ну, старец, ну как ты мне поможешь? Ты мне пришлёшь ангела. Посланник Ефесянам Павел говорит, встань спящий, воскресни из мёртвых, и осветить тебя Христос. 2 глава, 5 стих. Ого, не пятое. Да не ругайся, я сказал, не надо. Офигеть. Вот там целое стихотворение есть. Обалдеть. Обалдеть, просто надо это. А вы двумя или тремя? Мы приучены двумя, с детства так. Но мы признаём и тремя, кто молится. Церковь признала то и другое, равно спасительное. Это патриарх Никон всё испортил. А, он виноват, да? Виноват он, раскол произвёл он, а не протопопа вакуум. А, окей. Понятно. А если вообще, ну, как бы, не знаешь, как делать, что туда делать? Вопроса нет никакого, отвечать нечего. Вы посмотрите фильм, фильм, есть такой раскол. Режиссёр. Если я исповедую другую религию, то каким мне надо... А мы не религию исповедуем, а Христа распятого и воскресшего. Религия не спасает, спасает Христос. А, подожди, а вот, подождите, а вот до того, как его распяли, кто спасал вообще? Кто его распял? Нет, до того, как это случилось. Ну, до того, как случилось, это Ветхий Завет был, книга Моисеева, первое бытие, и 39 книг Ветхого Завета, канонических, где говорится вся история, как Христос подготавливался пути его пришествия. И Новый Завет начинается Христу, время пришло уже явиться в мир, и рождается через Деву Марию. Благовещение называется праздник, Благовещение. Благовещенский район, город Благовещенск. Ну, вы сами своё имя только произнесите, и я вам скажу, где это имя встречается. Ваше имя-то и говорит о том, что мы все корни-то имеем в христианстве. Да, наверное, так. Да, конечно. Это есть такая картина, мужик лежит, а у него с дивана брюхо свесилось, как подушка, и он шашку держит и кричит, даёшь? Да, тут много разных интересных людей можно встретить и пообщаться, поговорить, в принципе, ну, высказать своё мнение. В вашем городе православные храмы есть? Наверное, да, я не знаю. Наверное, даже не знаете, прожил и не знал, как же так? Я же не про пивнушку спрашиваю, а про церковь. Вы скажете, что все эти храмы, это просто, это, это источник зла. Ещё там не были, а уже источник зла. Источник зла в человеке, в сердце Господь говорит. Оттуда исходят злые помыслы, разврат, убийства, замыслы. А церковь как может источник зла, когда она спасает людей? Там священники, как ангелы Божии. Я видел этих священников, как они ангелы Божии, своих подопечных малолетних. Да ладно придумать, мужик. За это посадили бы сразу, даже думать не надо. Всё это неправда. Куда посадили? Вы не знаете этого ничего, не надо лишнее. Вы говорите по делу. Свою жизнь разберите. Что сучок в глазе брата смотришь, а в своём бревна не чувствуешь? Вы слышите, нет? Господь говорит, не судите. В своём глазе бревна не чувствуешь, а в чужом глазе сучок ищешь. Он пиздит. Я извиняюсь, он пиздит. Я не могу никак вас раскачать, чтобы вы встали. Куда мне вставать? У меня ночь. Знаете, с какого у меня времени? У меня почти полдвенадцатого ночи. Если человек лежит, он умрёт раньше. У него инсульт будет. Кровь давит сюда. Вы что, не понимаете это? Ну, я не лежу. Вам сколько лет? Сколько лет вам? Вам сколько лет? Сколько лет, говорю, спрашиваю. Сколько лет? Сколько лет вам? Нет, все мои. Сколько лет будет вам? Мне восемьдесят. Повторяю, мне восемьдесят лет, и я сижу. А вы лежите, значит, вы старше меня. А вы что, сидя спите? А? Вы спите сидя? Спите, сидя, а я не сплю. Я не ложусь спать днём. Днём никогда не ложусь. Никогда. За пятьдесят лет меня жена ни разу не видела лежащим. Что вы делаете? Я всё время в труде. Делаю что-то. А чем вы сейчас занимаетесь? Я занимаюсь как? Сорок лет печеньком был. Печень я делал людям. Я прораб, но мне не давали работать. На данный момент. На данную секунду. На чем вы занимаетесь? Я вам отвечаю сейчас. Вы спросили, я ответил. Вы спросили, что хотите бездельничайте. Просто проповедуйте мне какого-то Христа. Бездельничайте? Я эти знания пятьдесят шесть лет собирал. У меня тридцать восемь томов книг вышло. В библиотеке Путина видели книги. А вы говорите... А завтра вас с инфульс хватит. А, вот так. Вам говорит даже лень. Говорите это так. И рукой закрываетесь. Бороды нету. Только так. Корм червям. Вставай. Ой, ну все пошло. Ну встань ты, пожалуйста. Лишний день проживешь. А у вас там богато для червей. Вообще у вас там много. Вот видите как? Человек должен выглядеть как мужчина. А безбородые... А безбородые... А безбородые... Безбородые. Это подкаблучники. Ну и что? А что в этом плохого? Подкаблучник. Подкаблучник безбородый. Что? В семье две мамы? Подкаблучник. В семье две мамы? Это везде прописано так. Адам послушал Еву, и мы выпали. И за это умерло больше ста миллиардов людей. А где такое вы прочитаете? Это написано третья глава книги Бытие. Первая Моисеева книга. Там написано, что Бритя... Да так написано. Написано так. Послание Криньма. Шестая глава. Двадцать третий стих. Блин, ну вы мне сейчас, конечно, озадачили. Я сейчас... Ну, сразу так не найду. Где там стихи... Ну, как вы? Вы же понимаете? Я вас обмануть не буду. Вы же принимаете свою жену как свою половину. Правильно? Так, вы встаньте сначала. Потому что я что говорю, у вас в одно ухо. Вы с ней делите и прочь, и прочь, и все вместе делаете. Вы даже не знаете, в каком городе. Вы в Санкт-Франциско были когда? В Санкт-Франциско были? В Калифорнии. В Санкт-Франциско были? В Калифорнии? Ну да. Я там много ездил. Много ездил. Пришлось там быть. А вы съездите, посмотрите, какой собор стоит. И там мощь Иоанна Шанхайского. Да не хочу. Мне не нравится там в Калифорнии. Ну, не нравится. Мало что не нравится. У вас президент есть? Вы ничего не слышите? У вас в Америке президент есть. И когда он становился президентом, он руку положил на Библию. Клялся на Библию. А вы Библию не знаете? Он в храм ходит свой там. Квакер какой-то. А у нас Путин ходит в Россию. Мы российские в России. Путин ходит в церковь. И что, он не лжет? Я вам отвечаю. Это прямо снято. Все. Он подходит к иконе, целует ее. И потом лбом ее задевает. Ну, он целует. Мало, что я целую. Я жену свою каждый вечер в утро целую. Вот так. Русский человек всегда был живой. Не лежал днем. Да намного. Человек-то, понимаешь? Так, ну ладно. Все. У вас вопросов нет. Я отхожу. Время тратить не буду. Зачем пленку зря тратить? Да, вам точу. У вас днем будет. Вы заходите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». И там себя увидите. А, так вы меня записываете. Обязательно даже показать. Какой в Америке русский трусень лежит? Офигеть. Вот так попался мужик. Такой еще. Вы еще с такой подлой идеей.